Привет, я Дамир Лиханов, фаундер Constructor Studio. Я закончил институтом Орангоне в 2017 году магистратуру по курсу Luxury Accessories Design и Management. Я попал на презентацию Studying Carriers, где представляли европейские университеты для того, чтобы выбрать тот университет, который бы мне лучше подходил. И тогда я услышал про института Марангоне, Сен-Мартинс, Бельгийскую академию высокого искусства и какое-то короткое overview по каждому университету, что было супер интересно услышать, так как я тогда до этого не знал на самом деле, какая именно специфика у каждого университета, и сам я планировал поехать в Сен-Мартинс. И как раз тогда Бернардо сказал о том, что в институте Марангоне учат студентов делать дизайн, который будет продаваться. В тот момент, когда я поступал в институту Марангоне, я уже был профессионалом, у меня уже было 10 лет опыта работы. И тогда институту Марангоне, когда они принимали мою заявку, они сказали, что мне не нужно идти на бакалавриат, мне можно идти на магистратуру. И так как моя специфика была именно работа с кожаными изделиями класса люкс, и у меня уже был опыт работы на мировом рынке и продажи, я тогда был в принципе рад пойти именно на лакшери аксессори с дизайн и менеджмент для того, чтобы в этом углубиться в Европе. Институт Марангоне устраивает ярмарку встреч с домами мод в Италии, Versace, Dolce Gabbana, Moschino. Можно познакомиться с их HR-представителем, если как раз дом выбирает конкретного студента для того, чтобы с ним пообщаться. Меня выбрало пять домов, включая Prado, Versace, Dolce Gabbana и еще парочку, я уже не помню. Ну, необходимо было подготовить какие-то очень тезисные эскизы, какое-то видение, возможно, какую-то мини-коллекцию, что-то на свободную тему, но в рамках ДНК дома моды, в котором будет происходить интервью. Моя ситуация была такой, что у меня было в принципе три активных предложения. У меня были длительные переговоры с компанией Prado, с компанией Gucci, с компанией Patrizia Pepe. И они как бы очень разные. Gucci – это лакшери бренд, Prado – это премиальный бренд, но с мировой известностью. Также Patrizia Pepe – они более upper-middle бренд, но тоже с мировой известностью. На тот момент для меня было просто важно, какое конкретное предложение сделает дом. И, например, в Gucci и Prado не было такого предложения, которое мне сделали в Patrizia Pepe. Patrizia Pepe мне сказали о том, что они хотят, чтобы я был специальным дизайнером, который будет заниматься и аксессуарами, и специальной коллекцией Special Occasion, дизайн одежды, дизайн вечерней одежды, готовой верхней одежды, а также обуви и сумок. То есть мне дали вот такую возможность, полной свободы. И я работал с креативным директором, с Патрицией. Каждый день вместе с ней лично мы вдвоем работали. И, конечно же, я не мог не выбрать такую возможность, где мне раскрывали столько много способов себя проявить и научиться работать. Моя стажировка закончилась через два месяца. Мне предложили рабочий контракт и назначили меня на позицию специальный дизайнер, специалист. Я помогал всем дизайнерам, включая дизайн директоров, и я их как будто бы консультировал в какой-то степени, и у меня было свое отведенное видение, где я мог делать свою какую-то капсулу или коллекцию. Затем, буквально через шесть месяцев, компания предложила мне рабочий контракт и head позицию. Сама школа представила очень грандиозный, впечатлительный шоу-концерт во время открытия школы, потому что это была первая школа Марангони во Флоренции, первый кампус в истории, и мы были самыми первыми, в принципе, студентами. Конечно же, в Европе атмосфера в коммуникации очень дипломатичная и дружелюбная. Люди, которые приехали учиться на на магистратуру, они в целом не такие потерянные люди, а уже знают, чего хотят, поэтому все очень сфокусированы в целом. Никакого разложения дисциплины там не было никогда. В основном все мега заинтересованы в обучении. Я заметил, что обучение очень уникальным образом строится, так как оно строится на том, сколько спросишь, настолько и будет интересен твой курс. На моем курсе Luxury Accessories Design одно направление было довольно глубоко уделено именно конкретно дизайну. И тьютор этой программы был Давида Петророли, и он очень большое влияние на меня произвел как на дизайнера. Он мне говорил, дамер, пойди, пожалуйста, посмотри в зеркало и скажи себе, поменьше деталей. Я тогда просто никогда не думал, что я на самом деле никогда не замечал, что я именно таким образом создаю дизайн. И потом он мне помог понять, что таким образом это и есть моя методология создания дизайна. То есть я делаю какой-то заглавный скетч, в котором я показываю абсолютно сразу все идеи. Это может быть одна пара обуви, в которой представлены абсолютно все тримминги, техники, цвета и так далее. А потом я уже делаю из этого эскиза много разных эскизов, по одной просто выделяя одну какую-то идею из этого эскиза и развиваю другой эскиз. Да, конечно, мы на связи с Марангони. В момент, когда я запускал конструктор-студио в Марангони HR, директор по образованию, директор школы, все знали об этом, все меня поддержали, помогали сделать какие-то публичные посты в профессиональных платформах. Также потихонечку мы дальше продолжаем создавать какие-то способы, где бы мы могли показываться. Показываться, я как выпускник, школа как школа, которая в целом не перестает помогать. Мне всегда отвечают на мои письма и даже мне постоянно приходят письма из Марангони, постоянные приглашения, посетить тот или иной conversation-чат с каким-либо, с какой-либо звездой индустрии, которая делится своим опытом. У меня завязалась дружба во время учебы и эта дружба до сих пор продолжается. Мы поддерживаем связь и поддерживали друг друга, и болели друг за другом, и помогали друг другу. Мы очень много учились, мы постоянно... Самое большое количество, кстати, именно обучения происходит вне школы, вне стен школы. А именно тогда, когда мы послушали полтора часа и пошли, вот тогда начинается обучение, потому что три-четыре дня мы можем готовиться. Это эскизы, исследования, чтения, подготовка именно. Марангони отличается тем, что можно работать с супер-хай-профайл тьютерами на протяжении 30-40 минут тет-а-тет, один на один. Такой роскоши нет у студентов Сен-Мартинс, Парсонс. Их там очень много, а у Марангони очень жесткая политика в плане того, в плане именно наполнения групп. Очень много коммуникаций происходит, а я считаю, что это одно из самых ценнейших, что мне дал Марангони, это именно это общение с супер-профессионалами. Это супер-супер круто. Получить такое знакомство, ну и, конечно же, дружбу. Что? Марко Семенини, Давида Петророли, Джулия Бидони. Мы продолжаем, поддерживаем связь, и они поддерживали меня, когда я запустил Конструктор Студио. В целом, рангоне меня поддерживает. HR тоже. Самый удивительный инсайт, который я, в принципе, узнал в своей жизни, это был момент, когда я получил свой диплом об окончании магистратуры. Я почувствовал такое маленькое странное разочарование, потому что я думал, что стоит только мне получить диплом, как все вдруг зашевелится, все произойдет, что-то. Я тогда, наверное, понял о уроке ожиданий, о том, что делают ожидания. Ожидания именно Конститута к вузу, престижному особенно вузу, который входит в топ-10 лучших университетов мира, а именно в модной индустрии. Конечно, люди, когда студенты или родители, они идут туда, у них возникает супер-ожидание. Если я вот закончу этот универ, значит, у меня все будет классно. Это вообще далеко не так. Это просто школа, это просто среда, где более высокие возможности. И если их взять, а их надо брать работой, то есть нужно работать, учиться, это и есть как бы принимать эти возможности, и тогда получается выход, получается стажировка, работа, что-то еще, какие-то оригинальные, самостоятельные проекты. А я видел примеры студентов, которые как будто бы купили сумку Louis Vuitton и хотят получить эту значимость. Но это образование, это не дорогая сумка. Это тоже образование, как и в любой другом школе, институте. Нужно учиться, нужно также учиться, просто там, в таких престижных университетах, там звездные учителя, звездные преподаватели, у которых звездный опыт в индустрии, и от них можно только учиться, учиться, учиться. Я придумал конструктор сумку в 2013 году. Как вы знаете, в индустрии есть эксклюзивные контракты, когда нельзя работать на подобную индустрию, или на подобную тему в индустрии, или, например, на марке конкурентов, то есть есть какие-то эксклюзивные контракты. А также и сама и занятность сама по себе, когда работаешь на одну или две марки, или на два направления в одной марке, нет возможности заниматься самостоятельным проектом. По нескольким причинам нет возможности. С 2013 года я потихоньку развивал эту свою идею конструктор сумки, которая бы когда в одной сумке, из одной сумки можно получить, например, три, четыре, шесть других сумок разных силуэтов. То есть мне было очень важно создать просто люксовый предмет. И создал его. Вот он теперь работает, и вы видели, мы сделали пробные продажи, то есть я закончил прототип, все работает, эта сумка действительно собирается в семь разных других силуэтов. Журнал «Бюро 24 на 7» сказали, что каждая сумка прагматично хороша. И вообще они сказали, что это сумка, которая нам действительно нужна. У меня появилась уверенность после марангони в моих методологиях. В целом марангони мне показалось, что любые методологии имеют место быть. Потому что в моем опыте я очень много чему учился сам. И я сам учился исследовать и создавать коллекции, создавать продукт дизайн. Я в марангоне мне просто подтвердило очень много каких-то моих сомнений в себе, возможно. Мне удалось переработать, так как я все-таки в 27 лет поступал, и это уже довольно был взрослый возраст. Это важно проявляться. Важно проявляться любым способом, и это считается. Как сказать? Это считается. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что в любом возрасте стоит ехать учиться. Потому что учеба, учиться учиться и учиться работать важно все время. Потому что мир меняется постоянно, новые технологии появляются. А только именно в среде обучения можно постоянно об этом знать. И я считаю, что это очень большой плюс. И что не нужно останавливать себя из-за возраста или из-за незнания языка или еще что-то. Это не повод останавливаться. Можно не знать язык, но все равно поехать учиться. Два-три месяца можно будет обладать базовыми знаниями коммуникации. Не строить высокие ожидания, что школа что-то сама за вас делает. Так не будет. В школе необходимо быть активным, задавать больше вопросов и больше спрашивать, больше интересоваться, больше узнавать. И тем насыщеннее будет и программа, и тем насыщеннее будет, в принципе, профессиональная жизнь и возможности. Нужно интересоваться и говорить всему «да». «да». «да».